Они воровали одежду из магазинов. Теперь им подражает весь мир стиль ценности. 0 часов 08 минут. 11 декабря 2018 года хозяева витрины они воровали одежду из магазинов. Теперь им подражает весь мир. Фото книга Лео. Life an American Classic. Лента. Ру продолжает свой рассказ об эстетике криминальных банд и их влиянии на моду. В прошлый раз мы говорили о французских антифашистах, которые охотились на скинхедов и одевались в стиле рокобиля 1950-х, хотя на дворе уже давно была эпоха диско и начало 1980-х годов. Сегодня речь пойдет о Лео Лайф легендарной банде из Нью-Йорка, члены которой воровали вещи из магазинов и носили только. Полы Рал Флорен. Уличные преступности и хип-хоп всегда шли рука об руку. Родившаяся в самых бедных районах Нью-Йорка субкультура ежедневно сталкивалась с насилием и нарушением закона, а ее молодые представители и мечтать не могли о мейнстримовых благах из-за банального отсутствия денег. Хотя мечты и желания у хип-хоп молодежи были точно такие же, как у их сверстников из богатых кварталов, красивая одежда, крутые машины и веселые тусовки. Терстен Хоул. Фото собака Тверстен Хоул Т3РД Терстен Хоул Ай-Ай-Ай и Реклу с друзьями. Все одеты в поло, большинство участников банды были школьниками, хотя руководству Ле Лайф возраст позволял пойти в колледж. Один дробь пять решив проблему с пропитанием, парни принялись за свой внешний вид. Мода пусть и приходила в гетто с опозданием, но все же приходила, и крутые парни с улиц тоже хотели выглядеть с иголочки. В 1984 году в ходу были джинсы Ли, в 1985 году Беннетон и Ла Кост, а 1986 году Найки, Файла и Гуччи. Огромное влияние на моду в гетто оказывал рост популярности первых рэперов, вроде Ван Ди, Эм, Си и НВА, что носили на сцене рэперы, тоже одевали и на улицах. Даже если не могли себе этого позволить, черный рынок работал стабильно и без перебоев. Рождение легенды к концу 1980-х в Бруклине работали две основные банды магазинных воров. The United Shoplifters Association, объединенная ассоциация магазинных воров, Ralph Yes Kids, дети Ральфи. Основателями второй банды были Терстин Хоул Айайай со своими друзьями. Своё название банда получила из-за любви Хоулу с товарищами к бренду. Поло Ральф Лорен. Я танцевал брейк-данс, был в хип-хопе и носил всю ту одежду, что считалось модной в моей среде, спортивные костюмы Найки, Панамы Кангул, жилетки, вспоминает Терстин. В то же время бренд Поло был чем-то эксклюзивным, его почти нельзя было достать в гетто. Нужно было отправляться в экспедицию в секс или в Лумингелес. Красивым словом экспедиция парни называли свои воровские налеты. На самом деле мы тащили все подряд. Но Поло действительно выделялся на общем воне и в скором времени обрел самый высокий статус в обществе. Он создавал приятное ощущение богатства, продолжает Хоул. Привлекательность Поло была еще и в том, что за эту одежду можно было реально умереть. В гетто все прекрасно знали стоимость одежды от Ральфа Лорена, прекрасно понимали, сколько за нее можно выручить на черном рынке, и многие были готовы эти деньги заработать. Одевая. Поло Ралф Лорен. Житель бедного квартала демонстрировал немалую смелость и мужество. Любовь к бренду для Хоула и его друзей стала чем-то вроде религии. Если поначалу они комбинировали Поло с продукцией Найки и Файла, то впоследствии стали одеваться исключительно. Ралф Лорен. Вслед за детьми Ральф и Брент начали уважать и остальные модники из гетто. А в 1988 году это уважение приняло характер лавины. Благодарить нужно случайную встречу на Таймс-сквер. Представители конкурирующих банд магазинных воров встретились на главной площади Нью-Йорка, посмеялись над ситуацией и решили сделать совместное фото. После этого акта примирения и возникла идея объединить усилия и создать из. The United Shoplifters Association. И. Ralph Yes Kids. Единую структуру. Так и родилась банда. Лоу-Лайф. Фото. Splash News slash Alami slash Diomedia. Терстен Холл ай-яй-яй на премьере документального фильма. Fresh Trust. Рассказывающего об истории Лоу-Лайф. На одном из сооснователей банды одежда собственного бренда. Лоу-Лайф. Один дробь пять вопреки расхожему заблуждению Ло означает вовсе не Лоу, а Поло. Помешанные на хип-хопе парни взяли последние два слога слова, так как это было весьма в стиле субкультуры. Название означало, что ты живешь в стиле Ло, ты фанат Поло. Ты носишь эту одежду и живешь в этом стиле на улицах, комментирует название Хоу. Впрочем, и до создания Лоу-Лайф, и после этого члены банды могли комбинировать. Ralph Lauren. С другими брендами, хотя иногда одевались в лес головы до пят. С улицы на сцену Лоу-Лайф стали первыми представителями хип-хоп-культуры, помешанными на моде и сделавшими из моды культ. Несмотря на то, что известность банда получила именно из-за своей любви к. Ralph Lauren. Носили парни далеко не только Поло. В ход шло все, что было модно на улице, что становилось частью хип-хоп-культуры. Как только в моду вошли джинсы, тут же начали комбинировать их с Ralph Lauren. Дальше настала очередь Гуччи. Ну а кроссовки и кепки всегда были полем для свободного творчества.